Есть очень много исследований по профилактике близорукости, что ребенок должен в дневное время суток пребывать на свежем воздухе более двух часов. У таких детей, как правило, близорукость развивается реже. Вообще у ребенка, у школьника должно быть обязательно оборудованное хорошо место для того, чтобы он готовил домашнее задание. У него должна быть настольная лампа, которая должна стоять с левой стороны. Обычно лампочка вкручена 30 ватт, где-то, чтобы не сильно яркая, но чтобы тень падала именно на тетрадь, чтобы он хорошо видел. Также большую роль в профилактике зрительных патологий занимает питание. Это нужно уделять внимание большему количеству овощей, фруктов, полиненасыщенных жирных кислот. Это, как правило, рыба. Еще, конечно, в жизни наших детей сейчас занимают гаджеты. Телефоны – это на самом деле самое большое зло, потому что очень маленький экран, очень маленький шрифт. И дети, которые увлекаются телефонами, они тоже быстро приобретают миопическую рефракцию, потому что глаз постоянно сфокусирован именно на этом маленьком экране. Если уж приходится ребенку готовить какие-то домашние задания, то лучше, если это будет компьютер с хорошим монитором. Монитор обязательно не должен мерцать. Если вы хотите проверить, мерцает монитор или нет, можно просто поднести камеру мобильного телефона к монитору. Если он на этой камере мерцает, то значит, монитор у вас не очень хороший, его лучше заменить. Современные мониторы, они хорошо сделаны без мерцаний, шрифт должен быть хороший. И я рекомендую, чтобы это было только в учебной форме, только по делу. Потому что дети, конечно, увлекаются всякими компьютерными играми и по много часов. И если ребенку уже много приходится заниматься за компьютером, то я рекомендую соблюдать, есть такое правило. Оно называется, правило не наше, правило английское, называется 20-20-20. Это ребенок каждые 20 минут должен смотреть на 20 футов, это приблизительно 5 метров, на протяжении 20 секунд. То есть 20 минут ребенок занимается, потом он должен отвлечься. Также хорошо, если он, отвлекаясь, будет делать простую гимнастику для глаз, поворот глазок вправо, влево, восьмерочку глаз, подойдет к окошку, посмотрит именно на стекло конное вдаль. Вот эти все моменты очень важны на самом деле для того, чтобы его аккомодация расслаблялась и не формировалась миопической рефракцией. Хорошее зрение очень важно для каждого ребенка, потому что дети, когда рождаются, они приходят в мир абсолютно ничего не зная. И все свои навыки они приобретают при помощи зрения. Поэтому низкое зрение ребенка может привести к задержке психомоторного развития у детей. Поэтому я рекомендую родителям очень внимательно относиться к своим детям. Если они заметят, что их ребенок начинает щуриться, близко подходить к телевизору или наклоняется низко над учебниками при выполнении домашних заданий, нужно незамедлительно обратиться к офтальмологу.